Это же ушат грязи, то есть они это выливают, как на это необходимо реагировать? Я хочу вам сказать, уважаемые друзья, первое, то, что они говорят, это неправда, доказать им это невозможно. Первое, почему невозможно доказать? Для того, чтобы умный человек дураку что-либо доказал, он должен разговаривать с ним на одном языке и обучить его либо своему уму, либо опуститься до его уровня и разговаривать с ним на его уровне. Так вот, умному человеку бесполезно доказывать что-то дураку, потому что, имея ум, опуститься на уровень дурака невозможно. И, естественно, это самая большая проблема. Поэтому в случае, если вы умный человек, вы дураку доказывать ничего не будете никогда. Почему? Он не поймет, это бесполезно делать. Второе, если это говно, которое люди выливают, то тогда оно, в свою очередь, может меня загрязнить. Поэтому, если я на него обращаю внимание и прикасаюсь к нему, то я сам могу быть человеком пахнущим. Поэтому, первое, не обращайте на это внимания. Второе, говно может превратиться в навоз. А навоз в свое время может превратиться в самое настоящее удобрение. А в хорошем удобрении проявляются очень хорошие условия для развития чего-то хорошего. Именно поэтому, если на вас льют, если на вас говорят, если против вас ведут, то необращение внимания со временем создаст условия, при котором вы начнете процветать. Главное, не прикасайтесь к этому. И тут сразу же момент, Андрей Андреевич, ну а как же тогда справляться с этим состоянием, которое у меня возникает, когда я слышу эту информацию и начинает она меня раздражать и так далее. Есть эзотерический метод. Возьмите листок бумаги и напишите на этом листе бумаги историю о том, как бы вы им отомстили. Говорю это серьезно, потому что это исключительно психическая проблема, исключительно психологическая. И накапливать в себе вот такую гадость не нужно. Вам необходимо написать статью, вот допустим, взяли лист бумаги и напишите статью. Допустим, там есть люди, которые против вас что-то плохое говорят. А вы напишите статью для себя на листе бумаги, допустим, почему вы считаете, что они негодяи и не должны этого делать, потому что они там... и начните писать это, и после этого придумайте, как бы вы хотели этим людям отомстить. Написанное намерение на бумаге сложите и положите где-нибудь. Теперь это будет являться письменным договором между их злом и вашей нейроидеей. Данная нейроидея, которая написана у вас на бумаге, создаст условие, поверьте мне, при котором они больше никогда в своей жизни не захотят делать вам ничего плохого. Это удивительный такой метод, поверьте мне, он 100% работает. И следующее. Задайте себе вопрос, если вам рассказывают о том, как плохо к вам относится кто-либо на рынке, тогда спросите у того человека, кто вам это рассказывает, для чего он это делает, какую он цель преследует, зачем вам это знать. Жили бы вы себе и ничего ни о ком бы не знали. Кто этот человек, как пел в свое время, а тот, кто крикнул из ветвей, жираф большой, ему виднее. Помните, в этой песне говорится, что «А кто же виноват? Вот тот, кто кричал, тот и виноват». Так что был прав Владимир Высоцкий, когда говорил, что жираф-то ни в чем не виноват, а вот тот, кто попугай, больше всех виноват. Именно поэтому тот человек, который говорит вам о чем-то плохом на рынке и доносит чужие слова для вас, он и является тем попугаем, которого необходимо от себя отставить как можно дальше и больше не заморачиваться. Ну и теперь вы знаете, как к этому всему можно относиться.